Добро пожаловать в галерею красоты. Мир, где любая девушка может изменить свою жизнь и открыть себя заново. Для этого ей необходимо довериться профессионалам проекта. Александр Ярославцев. Наставник и помощник-участниц. Мария Романова. Креативный стилист и телеведущая. Алексей Ягудин. Мотиватор и вдохновляющий пример для героинь. Всем привет! Вы приняли абсолютно верное решение, что включили телеэкраны, потому что прямо сейчас начинается телепроект «Галерея красоты». Сегодня вы станете свидетелями уникального перевоплощения и, возможно, подчеркнете что-то и для себя. Давайте уже все-таки взглянем на анкеты и выберем ту, которой мы захотим помочь. В каждой анкете чувствуется особый крик души. Помимо лишнего веса, помимо того, что многие хотят выйти удачно замуж, многие еще хотят обрести уверенность в себе. Ну вот, например, 25 лет, не замужем, нет детей, 170, нормальный рост, 77. А, это ко мне уже приближается. Нет, это больше меня. А вообще что у нее? Что за история, Леш? Почему ты обратил внимание на эту анкету? Ну, потому что, во-первых, друзья, я спортсмен. И вновь повторюсь, что первое, что мне бросается в глаза, это полнота. А я хочу помочь вот этой. Так как она вышла замуж, она хочет продолжать нравиться мужу, чтобы он ее не разлюбил. И у нее есть много талантов. Мы ее и пострижем, и переоденем. Она хочет измениться и внутренне, и внешне, и мотивация есть. Все то, что нам нужно. Ну, Алексей. Я же вам ее предложил, давайте уже брать. Все-таки ты предложил, да? Я предложил. Хорошо, берем. Как ты увидела по телевизору галерею красоты и в один момент поняла, что хочу стать участницей. Надеюсь, ведущие помогут мне, и я смогу похудеть. Меня зовут Валентина Красовская. Мне 29 лет. Живу я в городе Минске. Работаю товароведом на АЗС. Я считаю, мои достоинства это длинные худенькие ножки, симпатичное лицо, пухлые губы, глаза красивые, зеленые. Муж меня полюбил. Я не была худенькой, когда он меня полюбил, но хотел бы, наверное, чтобы я немного скинула. Иногда об этом говорит, намекает, но не заставляет. Для меня, ну, тоже бы хотелось, может, чтобы она похудела. Ну, вот в прошлом году была у меня свадьба. Платье я подбирала специально под свою фигуру, чтобы скрыть свои недостатки, бока, живот. В тот момент приехала моя подруга из Америки. Мы с ней, ну, года 4, наверное, не виделись. Но я стеснялась ее приглашать. Так, ну, комплименты. Когда последний раз делаешь? Что он тебе распрекрасного говорит? Ну, там котик, зайчик. Самое распрекрасное это сейчас пышечка. Не, ну, пышки не надо, наверное. Ну, я обижаюсь. Он говорит, что я шучу. Ну, мне не хочется лишний раз показывать себя в таком теле. Хочется ходить, тусоваться, гулять, встречаться с друзьями. Ну, я еще молодая, и мне еще хочется много чего попробовать, может, в жизни. Эксперименты? Может быть. Ну, вот с набором веса мне стало сложно подходящий гардероб находить. Ну, у нее дальняя мечта похудеть. Такие размеры в основном на женщин, ну, и стиль такой более, ну, так сказать, женский, бабский, что ли. Я люблю балахонистую одежду, вот здесь вот, чтобы скрывали мои бока, живот. У меня часть вот, я не могу штаны подобрать, чтобы на животе затекнулись. Я ношу вот такие вот свободные кофточки. У меня в гардеробе таких кофточек, наверное, ну, штук пять. Вот они все такого плана. Я вам покажу одно платье. Возможно, когда я похудею, я его обязательно одену. Раньше я его носила спокойно. Оно мне было свободное, вот это платьишко. Да, я хочу увидеть ее в стройных. Я все-таки молодая девушка, я не хочу выглядеть, как бабка старая, а выглядеть стильно и молодежно. Я люблю свою супругу в любом виде. Ну, даже если она и потолстеет даже в будущем, или похудеет, но я все равно буду ее любить. Первая попытка была пойти в спортзал. Сходила один раз, второй раз, у меня очень сильно разболелась голова. Лишний вес, ей то бывает, там, тебе наболит, то еще что-нибудь. Потом пыталась сидеть на диете, была белковая диета, хватало меня на два месяца. Диета заканчивалась, я опять начинала есть, может быть, даже и больше. Ну, я и говорю, чтобы она занималась спортом, даже минимально хотела. Мы любим вместе посидеть вечерочком, посмотреть сериал, заказать пиццу, заказать какие-нибудь бургеры. Сидеть и смотреть сериал, мы можем провести так с пятницы до воскресенья. Нет, только у меня, что я? Я ведь не толстею, там ничего. Я как ел, так и ел. Ну, мне хочется путешествовать по миру, смотреть новые страны, узнавать что-то новое, знакомиться с людьми. Вот это я люблю. Ну, она классная, она все добьется. Я хочу, чтобы проект помог мне найти себя, найти себя, чтобы я себе нравилась, чтобы я была красивой. Может быть, поменять мне цвет волос, прическу, стиль одежды. Наелись с мужем пиццы. Сейчас думаю, что зря мы это сделали на камеру. Хочу похудеть, а ем как не в себя. Завтра ведущие точно что-нибудь скажут по этому поводу. Валентина, добрый день. Добрый день. Давайте знакомиться. Теперь и с нами Алексей, Мария и Александр. Очень приятно. Добро пожаловать в галерею красоты. Расскажите, пожалуйста, что вас привело к нам в проект? В проект меня привело... Хочу набраться уверенности в себе. Проект пришла научиться любить себя, доказать себе, что я смогу похудеть, побороть свои страхи. Неуверенная в себе. Стало мало выходить на люди, общаться с людьми, с набором веса своего. Скажи, ты осознаешь, что ты не выглядишь на 29? Я считаю, что выгляжу сейчас с набором веса немножко старше. Только с набором веса? Была операция на голове. Ну, типа как опухоль. Мне очень плохо стало, закружилась голова. Опытный врач, невролог, просто отправила меня сразу в больницу с направлением. Ну и там уже все выяснилось. Я сидела дома три месяца, вес начал потихоньку расти. Рецепторы были нарушены, не чувствовала вкуса. Сладкое мне приносили. А потом, когда сидела дома три месяца, вот это все кушала. И вот вес начал потихоньку нарастать именно в этот период. Очень часто я слышу о том, что лишний вес, лишний вес, лишний вес. Даже если я была худее, намного все равно у меня была зацикленность на весе. Но как только мне скажут, ты толстая, я не была толстой, все, у меня сразу какие-то слезы. И были моменты, когда я становилась на весы и плакала. Я ненавидела эту цифру. А тебя вообще супруг поддерживает? Я ему говорю, поддерживай меня. Пойдем с тобой, вот, нашла тренажеры возле дома. Пошел со мной, не занимался, но стоял, смотрел, как я это делаю. Ну я и говорю, чтобы она занималась спортом, даже минимально хотя бы. Ну вот последние месяцы я об этом думала, что надо что-то делать, надо искать какие-то способы, потому что сама я не могу. А ты зависимый человек вообще от мнения окружающих людей? Да, зависимый. Умеешь отказывать другим? Очень тяжело. Ну я больше такой безотказный человек. И в еде безотказной. И в некоторых поступках. Легкомысленная чуть-чуть. Немножко пьяненькая, легенькая такая. Я тебе клянусь, мы встречались с огромным количеством тех людей, кто хочет попасть. Мы видели огромное количество анкет девушек, женщин, которые мечтали бы быть здесь в этом проекте. Ты действительно прекрасно выглядишь, но у тебя даже в словах, в ответах нет определенной уверенности. А ты должна быть уверена во всем. Я хочу приобрести на проекте эту уверенность. Я думаю, что вы мне поможете. Но у меня не получается самой самостоятельно. Ты готова? Я готова. На сто процентов? Готова меняться на сто процентов. Добро пожаловать. Спасибо. Я человек ответственный, и если я уже пришла сюда, я не смогу подвести людей. У нее очень большая зависимость от мнения окружающих людей. Мне, знаете, что еще? Понятно, мнение окружающих для многих – это важный фактор. Но мне не понравилось, что муж вот так относится к тем действиям, которые совершает Валентина. Как бы ты меня поддержишь? Ну ладно, поддержу. Как-то поддерживаю. А это действительно будет непростой участник нашего проекта, но я думаю, что все равно безвыходных ситуаций не бывает. Тут надо очень важно бить по уверенности в себе, потому что, Леш, это будет огромное… Здесь уже убили эту уверенность в себе. Нужно вдохнуть эту уверенность. Заново родить. Открой себя заново, и надо открыть эту девочку заново, с новой стороны, чтобы она поверила в себя. Я думала, что вес – моя основная проблема. Но ведущие открыли мне глаза. Теперь я понимаю, что пришла к людям, которые видят мои недостатки и помогут с ними бороться. Здравствуй. Здравствуйте. Давай знакомиться. Меня зовут Сергей. Валентина. Очень приятно. Присаживайся. Валя, я твой персональный консультант по питанию. В ближайшие три месяца мы будем вместе с тобой работать. Я знаю, что ты человек очень активный, позитивный, общительный. И раньше ты была вхожа в разные компании. В клуб ходила часто. Мне нравилось состояние такого легкости. Скажи, а что сейчас происходит в твоей жизни? С набором веса я стала стесняться своего тела. Меньше выхожу гулять с друзьями. Мне не нравится, как я выгляжу на фотографиях. Мне хочется больше нравиться своему мужу. Я научу тебя заполнять дневник питания, в который ты сможешь записывать все, что ты съедаешь и выпиваешь в течение дня. Причем мы научимся выбирать продукты, которые можно использовать каждый день, которые нужно использовать осторожно и от которых нужно просто воздержаться. Также мы будем регулярно встречаться в нашем клубе здорового образа жизни. И для того, чтобы нам приступить к работе с твоим питанием, необходимо сделать некоторые измерения на специальном приборе. Это анализатор тела, который измеряет 9 параметров организма, включая твой вес, затем процент жира, процент воды, мышечной массы, биологический возраст. Твой вес? Хочу похудеть. Сама не могу. Наверное, нет силы воли. Твой вес? 88 килограмм. Это очень большой вес. Конечно, бы мне хотелось цифру увидеть значительно меньше. Надо что-то делать, надо искать какие-то способы. У меня не получается самой, самостоятельно. Еще один параметр, на котором я хочу остановиться, это биологический возраст. Я всего 28 лет, а прибор показывает 43. Ну, я еще молодая, и мне еще хочется много чего попробовать, может, в жизни. Ну, это ужасно. А с этим можно что-то сделать? Расскажи, пожалуйста, как ты завтракаешь? Ну, обычный это батон, масло, сыр, колбаса. В твоем завтраке очень много углеводов, но недостаточно белка. Наш завтрак с утра должен соответствовать определенным критериям. И очень хорошим решением является сбалансированный завтрак от компании Гербалайф. Наш с тобой завтрак будет состоять из трех продуктов. Первый – это растительный напиток алоэ, который благоприятно работает с пищеварительным трактом. Второе – это травяной напиток, который заряжает энергией, держит тебя в хорошем тонусе в течение дня и придает бодрость, энергию и силы. И третий продукт нашего завтрака – это протеиновый коктейль, это еда в стакане. Он включает в себя белки, сложные углеводы, полезные жиры, витамины, минералы и аминокислоты. И с завтрашнего дня мы начинаем так завтракать. Ну, если это мне поможет похудеть, то я готова. Мне консультант вызывает доверие, я думаю, что он мне поможет похудеть и разобраться со своим питанием. Я в шоке, что мой метаболический возраст – 43 года. Думала, что будет хотя бы мои 29. Консультант Гербалайф Нутришин сказал, что все возможно исправить. Еду к Саше навстречу. Привет, Валя. Здравствуйте. Как твои дела? Нормально. Я кое-что для тебя подготовил. Я тебя оставлю на 10-15 минут и скоро вернусь. Хорошо? Хорошо. Ты пока посмотри видео. Хорошо. Внутри у меня сейчас очень большое волнение. А что тебе нравится, Валентине, больше всего? Ну, ты что очень добрый, хороший, ласковый. Ну, я думаю, что он искренне отвечает. Готовит вкусно. Ну, хотелось бы услышать и внешние качества. Все вместе было, нравится. Ну, тебе бы льстило, если бы на Валю обращали внимание? Вообще, мне приятно внимание мужчины. Ну, с одной стороны, да. Но есть красивые женщины, которые хочется просто посмотреть. Но все мужчины так делают. Мне кажется, он не знал, что я этого вижу. Но все равно обидно. Не знаю, ну, вряд ли, конечно, стесняется. Но мне кажется, хотел бы, чтобы я выглядела лучше. Не, ну, лицо нравится. Ну, пока не нравится. У меня часть вот. У меня не могу штаны подобрать, чтобы на животе застегнулась. Насколько бы ты хотел, чтобы мы похудели, Валю? Ну, как она старалась, все планы около 20 килограмм похудеть. Он бы хотел, чтобы я была стройнее. Я буду симпатичнее. Да, стройнее. Она давно уже хотела похудеть. Просто у нее не получалось. Ну, может, я не меняюсь. Если бы я менялась в лучшую сторону. Ну, вот я и думаю, что тяжелый момент такой. Она соберется и доведет свое дело до конца. Чтобы я получше выглядела. Ну, я хочу ее просто поддержать. Да я никак его не поддерживаю. Как ее поддержать? Давай пойдем пешком погуляем. Там, воздухом подышим. Не, ну, зимой пускай ходит в зал. А летом есть хорошая погода. Пускай пробежится, там, позанимается на улице. Он не хочет. Я лучше дома посижу. Не, ну, когда мы познакомились, она была, ну, меньше по килограмм. Да, через год даже, наверное, как познакомились. Я начала поправляться потихонечку. Когда вы в последний раз ходили на свидание? На свидание? Ну, хотелось бы, может, ходить в ресторан. Или, ну, вы, кажется, дома каждый день увидите все. Не, ну, это я уже не помню, давно очень. Ну, как-то еду, если заказывать, там, суши или что-нибудь, домой заказывать. Ну, я бы хотела сходить с мужем куда-нибудь в красивое место, в красивый, дорогой ресторан. Но больше бы я хотела еще вместе с ним путешествовать. Поехать в Азию. Там, побольше узнать мир. Ну, хотелось бы делать это вместе с ним. У тебя есть какая-то картинка, представление, как ты ее будешь, как ты ее видишь в финале, так скажем? Меньше по килограмм. Согласна. Я думаю, она дойдет до того момента, как мы с ней познакомились, наверное. Может, даже и больше похудеет. Спасибо большое. Здравствуйте. Были слова, которые были неприятны? Ну, может быть, то, что он начал рассказывать обо мне, как внутренние мои качества. Не внешние качества, а там, красивые. Я и горжусь, а именно вот доброе, искреннее. Хотелось бы услышать про внешнее. Внутренний мир тоже прекрасен, да, но мы будем работать с тобой над внешним твоим теперь, да, составляющей. И ты попала в правильное место и в правильный проект. В некоторых моментах мне кажется, что мой муж все-таки сглаживает те слова, которые можно было сказать мне напрямую, а я люблю прямоту. Хоть я близко к сердцу воспринимаю все, но мне это важно. Может, не восхищается мной. Не знаю, ну, вряд ли, конечно, стесняется. Ради него я готова меняться, вместе с ним куда-то ходить. Ну, на все готово. А что, он готов на те же вещи родители? Я не могу ответить, 100% готов или нет, но я надеюсь. Почему он мне этого не говорил? Теперь я еще больше хочу работать над собой. Надеюсь, его отношение ко мне изменится. Привет. Чего опасаешься больше всего? Критики. Ну, то, что мой гардероб, наверное, не понравится. Я ношу вот такие вот свободные кофточки, чтобы скрывали мои бока, живот. А на чем ты делаешь акцент при выборе? Я выбираю себе, чтобы она была комфортна и чтобы не подчеркивала мои недостатки. А есть образ, к которому ты бы хотела прийти? Я похудею, я буду носить такие вещи, потому что я это хочу. Ну, я бы хотела носить более классические, возможно, вещи. Чтобы с виду сразу была такая успешная, красивая, независимая. Давай сперва начнем с разбора твоего гардероба. И мы посмотрим, какие ошибки ты допустила, а что я сделала верно. Хорошо. Мне не нравится здесь все. Брюки слишком заношены, они больше похожи на спортивные. К тому же защипы добавляют нам объема. Я себя уверенно чувствовала, а сейчас я думаю, что, может быть, со стороны это смотря совсем по-другому. В твоем типе фигуры огромный плюс – это стройные ноги и красивая грудь. Но ты все прячешь за балахонистыми просто вещами. У меня в гардеробе таких кофточек, наверное, ну, штук пять. Вот они все такого плана. Это снизу резиночка идет, на рукавах резиночка и свободная. А вообще, по-хорошему, носи платье. У тебя красивые ноги, зачем ты их прячешь? Ну, может, я не могу подобрать себе платье. Ну, вот с этим мы и будем с тобой работать. А пока второй комплект. Валь, ну, все понятно. Ну, по крайней мере, понятно. Это самое главное. Та же самая ошибка. Ты акцентируешь внимание на том, что у тебя есть живот. Мне нравились мои кофты. Мне нравилось, что у меня свободно, что у меня все скрыто. А оказывается, что все наоборот. Этим принтом притягиваешь туда еще больше внимания. Давай избавляться от тех вещей, которые слишком кричащие. Особенно в проблемных зонах. Таких вещей у меня больше половины. Перемещай акценты на грудь в красивом V-образном декольте. Либо же на твои красивые ноги. Как специалисту я ей доверяю. Поэтому я, в принципе, соглашусь с ее словами. У тебя в обоих комплектах одна и та же ошибка. Давай посмотрим на третий вариант. Ты догадаешься, что я тебе скажу? Принт. Все верно. У тебя активная мелкая клетка. Черно-белые с мелкими цветочками. Которые, как всегда, что делают? Перетягивают внимание на себя. Мне очень нравится V-образный вырез. Он вытягивает твою шею. Он тебе очень идет. Но что касается принта, абсолютно точно нет. Все эти вещи, они подчеркивают твои недостатки. Но при этом никак не показывают достоинства твоей фигуры. А именно достоинство это то, что хочется подчеркнуть тебе. Немножко задевает тот факт, что я не смогла угадать со своим гардеробом. Я думала, что у меня все нормально. С этого дня ты мне будешь ежедневно высылать фотографии своих образов перед тем, как выходить из дома. Для того, чтобы спустя время ты могла спокойно обходиться без моих советов, очень тонко и четко чувствовать, что тебе идет, что тебе не идет, от чего лучше всего отказаться. Все? Мы молодцы с тобой. Я думаю, что мне надо быть с вечера готовясь к несколько нарядов, потому что утром у меня мало времени. Я буду это делать очень быстро, верить, сфотографировать. Задели замечания Маши по поводу моих кофт. Думала, что они мне идут. Так, в стиль мимо. Буду учиться сочетать вещи по-другому. А пока надо заняться своим весом. Скоро встреча с консультантом Гербалайф Нутришн. Валя, привет! Здравствуйте! Очень рад тебя видеть. Взаимно. Здравствуй, как настроение? Настроение очень хорошее. У нас очередное взвешивание. Так как ты регулярно приходишь в наш клуб «Здоровый образ жизни», то мы должны проверить твои все параметры. И я надеюсь порадоваться. С набором веса я стала стесняться своего тела. Меньше выхожу гулять с друзьями. Мне консультант вызывает доверие. Я думаю, что он мне поможет похудеть и разобраться с своим питанием. Валя, ты у нас молодец. Хочу похвалить тебя. У тебя шикарные цифры. Ты за это все время снизила вес на 6,6 кг. Первое, что я вижу, это лицо. Лицо видит каждый. Каждый, кто меня встречает, с лица ты очень похудела. Очень. И самое важное, что вот просто меня поражает, это твои объемы. Они тают на глазах. Давай я тебе кое-что сейчас покажу. Вставай. Это тот объем, с которым ты пришла к нам в клуб. Объем твоей талии составлял 116 сантиметров. Даже боюсь отодвигать эту цифру. Смотри. Нет, я не могу поверить, что я была реально вот такая. Вот со всем этим ты пришла сюда. У тебя есть такая одежда сейчас? Я себе купила джинсы на два размера меньше. У меня был 54-й, эти 50-й. И смотрю уже вот. Вот они уже начинают немножко мне быть свободными. Сейчас уже хочется немножко выделить свою талию, которая уже немного проявляется. Теперь давай немного поговорим о твоем питании. Что сейчас изменилось в твоем рационе? Мой завтрак начинается с коктейля. Потом у меня есть перекус. В первую половину дня это белковый батончик. Раньше я питалась 1-2 раза в день. Сейчас у меня 5-разовое питание. Я отказалась от редной пищи. Я стараюсь в рационе использовать овощи, мясо, рыбу. Ты молодец. У тебя все хорошо получается. И у меня для тебя есть приятный сюрприз. Дело в том, что я тоже готовлю полезные перекусы. И для тебя подготовил рецепт печенья яблока с корицей. В основе этого рецепта наш протеиновый коктейль и овсяно-яблочный напиток. Но там нет ни муки, ни сахара. Этим он дает нам чувство сытости, пользу и вообще очень комфортное состояние. Пожалуйста, чай. Угощайся. Попробуй и расскажи, как тебе на вкус. Ммм, очень вкусно. Впереди у нас еще целый месяц. И с такими вкусными продуктами мы получим самые хорошие результаты. Я очень в тебя верю, все получится. И мы завтра встречаемся снова в клубе. Я счастлива, мой вес уменьшается. Сегодня шла по улице и заметила, что мужчины поглядывают на мои ноги. Надеюсь, муж заметил и приревновал. Написал Леша. Встречаемся в ресторане. Ой, немного неспокойно в душе, потому что через несколько минут у меня будет разговор с одной из участниц галереи красоты. И, наверное, это будет один из самых сложных разговоров, потому что, по идее, я должен создавать неудобные ситуации для героини. Ее зовут Валентина. Привет. Добрый вечер. Что такое скованное-то? Так, немножко волнуюсь. Как бы заставляя выполнять определенные действия. Но я просто такой человек, к чему ничего не происходит. Это просто я такой по жизни. Мне неудобно. Можешь что-нибудь сказать, крикнуть там? Подойти или просто крикнуть? Как хочешь. Я не могу это делать. Ну, я, наверное, раньше рассказывала, что я такой человек безотказный. Как бы и страдала от этого. Я думаю, как бы поэтому и испытывали меня. Официанта, может, позовем? Позовешь? Просто официант. Подойдите к нам. Просить женщину, ну, хорошо, меню принести, раз мы в ресторане, это можно. Ну, я это понимаю, наверное, потом. Я сразу сделаю, а потом начинаю думать. А скоро вообще принесут? Я понимал, что когда я попросил Валентину позвать официантку, собственно, Валентина ее позвала. А ты массаж умеешь делать? Я не понимала, что я делаю что-то не так, или мне не стоит этого делать. Но умею немного. На руках? Наверное, она очень часто соглашается. Ты ей скажешь, например, можешь почесать мне пятку? Делаю все, что мне говорят. Я не могу, и я понимаю, что вроде мы хотим ее раскачать и показать наглядно, что не надо так. Вот скажи, вот честно, вот я тебе скажу, можешь отжаться 15 раз? У меня в голове просто внутри вообще все перекрутилось, перемешалось. Я понимаю, что реально, ну, как собачка. Ну, в платье не буду отжиматься. Почему у тебя даже не возникает ни разу сомнений в том, что я тебя прошу сделать? Можно всегда сказать нет. Ну, у меня такое ощущение, что человек сейчас на меня обидится, я ему не угодила. Какая-то начнется неприязнь, что ли, не знаю. Ну, вот такое ощущение, что я вот что-то сделала не то. Да, можешь ли ты, Валентина, отжаться? Да, могу. Но, говорит, не буду, потому что, слава богу, что она как бы в платье, и платье не позволило ей отжаться. Ну, нормально, вот ты мне сказала, можешь отжаться? Глобально – да. А я бы тебе сказал, нет. У меня даже была такая ситуация, я взяла кредиты для девочки, вообще даже неблизкого человека. И до сих пор сама страдаю от этого. Не нужно на все соглашаться и всем потакать. Потому что так тобой очень быстро воспользуются. На работе я не отказываюсь что-то сделать. Остаться, прийти раньше. Ну, таких ситуаций море. Нужно говорить, кто ты. Говорить, кто ты и что ты. И ты большего добьешься в жизни. Это всегда нужно делать. И на работе, и в семье. Я хочу полюбить себя. Чтобы я была как личность, чтобы меня уважали, ценили. Умеешь отказывать другим? Очень тяжело. А ты зависимый человек вообще от мнения окружающих людей? Да, зависимый. Просто мы… Проблема всегда была номер один. По идее, должна упасть вилка, и я должен попросить Валентину ее поднять. Ой. У меня, Борис, спина. Подними, пожалуйста, ложку. Я на самом деле понимаю, что да, реально людям надо отказывать уметь это делать. У меня, Борис, спина. Подними, пожалуйста, ложку. Нет. Нет? Нет. Слава Богу, хоть здесь нет. У каждого, и человека, и движение есть определенная, да, какая-то завершающая стадия. Я понимаю в голове, но мне надо это все осознать. И я думаю, что я справлюсь с этим. Почувствовала себя героиней фильма, всегда говорит «да». Как неловко. Теперь я буду фильтровать тех, кому ответить «да». Маша позвала на шопинг. Ну, думаю, здесь ответ очевиден. В конте-багазин вообще я влюбилась. А у них реально джинсы все вот такие вот узенькие, и они прям ноги такие, ну, сочные смотрятся. Высокая посадка, как я люблю. Мне в конте понравились как бюстгальтер с такой нашивочкой снизу, такой красивый. Ну, там такое интересное белье. Валь, нам с тобой сегодня предстоит целый день шопинга. Это классно. Вообще, я раньше терпеть не могла шопинг. И вообще ненавидела ходить, ходить, ходить. Я не понимала. То есть меня брали на шопинг, я этого человека просто предупреждала, что это первый последний раз. Я помню, что ты хотела научиться выражать свои мысли и отстаивать свою позицию. Я люблю балахонистую одежду, вот здесь, чтобы скрывали мои бока, живот. Я бы хотела носить более классические, возможно, вещи. Чтобы с виду сразу была такая успешная, красивая. Начнем, пожалуй, с базовых платьев. Посмотрим, как они на тебе сидят. Как? Оно тебе прямое, то, что нужно. Платье средней длины, черного цвета. Здесь такой мысик цветной, брошечка была. Прямого фасона, она мне всегда говорила, мне пойдут платья прямого фасона, чтобы не зацикливаться нигде там на талии, не цеплялась, чтобы вот прямое платье. Добавим цвета. Когда она предложила мне красные штаны и белую блузку, я вообще не представляла, как это будет смотреться. Красные штаны, они такие, как брючного покроя, белая блузка, ну, типа вот с таким рукавом. Но мне наряд безумно понравился. На мне это сидело, как-то она меня молодила, свяжила. Я вообще тебя не видела в юбках. Я тоже. Давай посмотрим, как она сядет на тебя. Ну, можно проэкспериментировать. Ты же понимаешь, что это шопинг, это эксперимент. Как оно сядет, мы посмотрим. Не подойдет, с ним найдем что-нибудь другое. Маша показала мне юбку до колена. Сама не знала, как эта юбка будет на мне смотреться, но она говорит, она либо на тебя сядет, либо не сядет вообще. Как ты относишься к каблуку? Я люблю каблук, если только толстые и удобные. Первая модель, которую я бы очень хотела, чтобы ты померила. Вот такие необычные туфли. Маша мне показала в магазине такие туфли, которые, она говорит, они просто суперудобные. Сейчас я тебе дам кое-что с каблучком повыше, но я их мерила. Я знаю, как это сидит на ноге. Они безумно удобные. Если тебе подойдет по подъему, то это просто тапочки. На таком каблуке суперудобные, лодочки. Как бы мое мнение было сразу, что навряд ли. Если мы говорим про удобство, то это небольшой каблук, аккуратная обувь, что-нибудь яркое, нашего размера, кстати. Я люблю, когда какой-то там или тусклый наряд, такой невзрачный, и там вот яркие красные туфли. Красиво, мне нравится. А что касается вот тех, которые Маша мне сказала, суперудобные, они на самом деле были удобные. Вот этот каблук, он никак не чувствовался. Можно было в них ходить. Единственное, что они вот узенький носик, опять же, как-то поджимали. А по удобству каблуку понравились, да. Интересные. Мы пошли в царское золото, подбирать мне украшения. Что ты носишь? Кольца, подвески, серьги? Кольца, подвески, серьги, наше все, что ты перечислила, еще браслеты. Украшения я люблю белое золото и серебро. Желтое не ношу. Ну, либо бижутерия, в таких же тонах. Давай начнем с себя. Я бы хотела, чтобы ты померила эти третьи сверху. Ну, можно померить их. А также, обрати внимание, вот на эти очень нежные. Тоже интересный цвет. Так, здесь прям рай серебра. Ну, мне нравятся кольца среднего размера. Я очень хотела померить кольцо из керамики. Пойдем, возьмем еще кольцо из керамики и примерим все вместе. Да, хорошо. Пойдем. Ну, мы мерили, оно, наверное, было немножко крупновато, но если подобрать мне потом чуть поменьше, я думаю, подойдет. Необычный цвет. Вот эти красивые. Да, они очень красивые. Как ты себя в них ощущаешь? Как принцесса. Ты так спросила, как принцесса? Правда? Что следующее? Следующее... Из моих любимых. Держи. Красиво. Камень достаточно аккуратный, при этом он яркий. Да, ну, может быть, вот колечко, которое мы смотрели, подошло бы. Нам с тобой нужно сделать выбор. Вот это колечко. Ну, под него подходят вот эти сережки. Бинго. Мы подобрали сережки и колечко в похожих тонах. Все эти месяцы ты присылала свои комплекты. Мы с тобой учились правильно одеваться. Ты следовала всем рекомендациям. Я ее пыталась слушать как эксперта в области моды. А это Маша-стилист сказала, значит, так надо. Я хочу тебя видеть на финале. Красивой, уверенной, яркой. И самое главное, с чувством, знаешь, собственного достоинства, уверенности в том, что ты можешь достичь всего, чего ты хочешь. Столько нарядов, обуви, украшений я никогда не мерила. Вместе с Машей собрали необычный образ для финала. На днях поеду в клуб здорового образа жизни к Сергею, консультанту Гербалайф Нутришин. Валя, привет. Здравствуйте. Вот у нас и прошли три месяца работы совместной. Ты знаешь, за это время мне было очень легко с тобой работать. Ты выполняла все рекомендации, которые я тебе говорил. Ты посещала регулярно клуб здорового образа жизни, вела дневники, не нарушала питание. И сейчас готова посмотреть свои показатели. Да, готова. Давай пройдем, посмотрим. Ну вот дома, допустим, муж замечает мои изменения. Ему очень нравится. Но он не верит, что я была когда-то другой. Ему кажется, что я все время такая была. Были моменты, когда я становилась на весы и плакала. Я ненавидела эту цифру. Твой вес 88 килограмм. Это очень большой вес. Надо что-то делать, надо искать какие-то способы, потому что сама я не могу. Валя, ты умница. Цифры просто радуют. Я готов тебе их озвучить. Готова? Готова. Ты за это время снизила вес на 11 килограмм. Ты представляешь? 11 килограмм. Я помню, как я ездила на рынок и тащила 10 килограмм сумку. Было очень тяжело. Но я представляю, это я носила в себе. Но лучший результат твой, это уменьшение объема. В объемах ты уменьшилась на 75 сантиметров. Не верю. Это полсантиметровой вот этой вот ленты. Даже в талии вот самый лучший показатель, это минус 25 сантиметров. 25 сантиметров в талии, это мне круг надо одеть плавательный и ходить. Ты сама это чувствуешь? Я, конечно, чувствую, но что я настолько была на 25 сантиметров больше, я не верю. Мне на работе говорят, ты скоро светиться начнешь. Я говорю, нет, я только в середине моего пути. Что произошло, расскажи, с твоей одеждой? Одежда раньше у меня была размер 52-54. Сейчас? Сейчас она 46-48. Три размера, это просто классно. У меня были джинсы, которые я, сколько, наверное, 5 лет лежали. Я их никому не отдавала, я все мечтала, надеялась, каждый год на них смотрела, я их одену. Я их померила, я в них влезла. В первую очередь я хотела вас поблагодарить. Вы провели просто колоссальную работу над моим телом, над моим разумом. Он мне помогал, объяснял, как надо правильно кушать, какое питание должно быть, сколько раз, какие физические нагрузки надо добавлять. Очень большое спасибо, я надеюсь, будем с вами продолжать работу. Вы меня не бросите, я буду вашей самой лучшей ученицей. Мы добьемся успехов, и я добьюсь своего самого идеального лучшего результата. Спасибо. Я тоже очень в это верю. Я справилась. Минус 11 килограммов. Старт положен. Все прекрасно. Завтра в финале буду блистать. Мы находимся в салоне красоты Айвори. И сейчас я хочу познакомить тебя с этой красавицей. Это Татьяна, владелица салона. Ее мастера – настоящие профессионалы, которые преобразят тебя до неузнаваемости. Сегодня мои специалисты сделают для тебя прическу и макияж. Проходи, пожалуйста. Я вас оставляю на пару часов, и увидимся с тобой в студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В салоне сказали, что у меня чувствительная кожа. Поэтому сделали энзимный пилинг и нанесли успокаивающую маску. Обязательно вернусь в Айворь еще. Результат меня порадовал. Вот и прошли три месяца работы с Валей. Для меня лично, наверное, в нашем проекте это было одно из самых сложных преобразований. Валя очень милая девушка, но она абсолютно не могла отказывать другим людям и отстаивать свое мнение. Я не понимала, что я делаю что-то не так. Официант ты можешь? Позовем. А ты массаж умеешь делать? Можешь почесать мне пятку? Делай все, что мне говорят. Я не могу. У меня болит спина. Подними, пожалуйста, ложку. Вроде мы хотим ее раскачать и показать наглядно. Я думаю, что я справлюсь с этим. Нужно ценить себя, уважать, любить себя. И самое главное, иметь в себе силу говорить другим людям нет. В первую очередь важно, что ты чувствуешь и как ты себя чувствуешь и ставишь себя в данной ситуации. Это очень четко было видно по тому, как она одевалась. Я ношу вот такие вот свободные кофточки, чтобы скрывали мои бока, живот. Ты все прячешь за балахонистыми просто вещами. Ты акцентируешь внимание на том, что у тебя есть живот. Мне не нравится здесь все. В принципе, соглашусь с ее словами. Валь, ну... Задевает тот факт, что я не смогла угадать со своим гардеробом. Я думала, что у меня все нормально. А вся суть в том, что она просто ее неправильно подавала. И подавала себя в этой одежде. Проект пришла научиться любить себя, доказать себе, что я смогу побороть свои страхи, преобразить себя, побороться с комплексами. Как складывался этот проект для Вали? Что она рассказывала дома? Ну, со мной советовалась идти, мне не идти. Ну, я ее поддерживал, говорил, чтобы она шла. Ну, потому что новый вызов все-таки. Ну, телевидение. Самое главное – это, конечно, результат, потому что она сама иногда пыталась порубочить. Ну, не получалось ничего особо. Я думаю, что пришло то время, когда мы... Позовем Валентину? Абсолютно верно. Валя, я твой персональный консультант по питанию. Твой вес – 88 килограмм. Это очень большой вес. В ближайшие три месяца мы будем вместе с тобой работать. Тоже бы хотелось, может, чтобы она похудела. Ну, как не нравится. Обидно. Ты попала в правильное место и в правильный проект. Валя, ты умница. Цифры просто радуют. 11 килограмм. В объемах ты уменьшилась на 75 сантиметров. И на работе, говорит, ты скоро светиться начнешь. До последнего, чтобы ты не смотрела. Реагируй. Нормально. Тебе нравится? Ты сейчас расплакиваешься. Вообще, очень красивая. Дышала лучше, чем на свадьбе. Счастье такой красивой, уверенной, независимой, легкой, парящей. Когда начинался проект, я предполагала, что какие-то изменения могут быть и внутренние, и внешние. Но что настолько я поменяю, и стану такой красивой. Давайте подарим уже цветы. Обнимайте. Снак того, что, конечно, мужики, вы чего? Можно, можно. Они растерялись. Это нормально. Они растерялись. Смотрите, и папа, и муж. Муж не узнал точно. Валентина, вот эти цветы, наверное, в знак того, что все в этой жизни возможно. Самое главное – продолжать верить в себя. Это еще не все. Валь, весь этот образ достается тебе в подарок от нашей программы. Спасибо большое. Хочу выразить огромную благодарность всей группе поддержки, съемочной группе, консультанту, моим ведущим, стилистам, визажистам. Все сделали огромную, колоссальную работу. Я думаю, что я довольна на 100%, и также и они все довольны на 100%. Спасибо большое. Если вы, как и наша героиня, хотите открыть себя заново, заходите на сайт галереякрасоты.бел и заполняйте анкету. Увидимся с вами на следующей неделе. Даже не верится, что все это произошло со мной. Три месяца сказки. После проекта я стала реально увереннее в себе. Сейчас больше гуляю, правильно питаюсь, встречаюсь с друзьями, обновила свой гардероб. Скоро поедем с мужем отдыхать. Спасибо галереи красоты. Валентин, ты когда смотришь? Простя, ну прям вот сил. Слушайте, видите, как я муху эту...